Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши зрители. Спасибо, что смотрите наша рубрика «Вопросы Довлатову». Сдавайте всегда актуальные вопросы и буду рад всегда отвечать вам. Всегда задавайте вопросы, которые волнуют вас и рекомендуйте нашу рубрику тем людям, кому вы читаете, что эта рубрика помог бы. И мы с радостью будем отвечать, постараться, чтобы вовремя дать ответ. Если вдруг на ваш вопрос вы не получите ответ, значит похожий вопрос предыдущей рубрики или другие рубрики, он есть. Поэтому наберите по тематическим, по вашим темам, вы обязательно найдете ответы. Здравствуйте, наставник. Доброе время суток. Меня зовут Агабек Ниязов. Я гражданин Туркменистана, мне 23 года. Уже два года слушаю ваши уроки, читаю ваши книги. Сейчас работаю в Турции. Я купил место в Туркменистане своим накопленным деньгам и скоро построил кафе турецкое меню и одну пекарню. И после организации денежного потока хочу заниматься новым миссиям. Наставник, не хочу расширяться тему, я определил свою миссию. Это очень глобально. Хочу иметь 100 фитнес-клубов благодаря вашим наставничествам. В Туркменистане сейчас не везде есть фитнес-клубы. Знаю это нелегко. С чего мне начать наставник? Пожалуйста, покажите дорогу, наставляйте меня. Вы очень хороший пример для меня и для многих людей, которые хотят начать все с нуля. Огромное спасибо вам и вашим командам. Вы изменили мою жизнь. Я очень благодарен. Дай Бог вам здоровья. С уважением, Агабек. Дорогой Агабек, если ты накопил деньги, ты хочешь открывать кафе для того, чтобы построить денежный поток. Я бы тебе рекомендовал так. Если ты действительно хочешь в фитнес-клубе иметь, почему бы тебе лучше не открывать одну фитнес-клуб и там быть самому? Вот это место, которое ты брал, ты можешь построить там, не знаю, кафе. Если там места хватает, рядом с ним небольшой фитнес-клуб хотя бы построить. Это один из вариантов. Я бы на твое место. Если твоя мечта иметь фитнес-клуб, значит, фокусируйся на фитнес-клуб. Не надо пойти кафе, а потом вернуться в фитнес-клуб и так далее. Нет. Лучше вот раз ты взялся за это, так и делай. Или ты хочешь, чтобы сначала был у тебя денежный поток, чтобы семью обеспечить, жизнью был, а потом фокусируйся на фитнес-клуб. И то, и то работает. Можно кафе открывать. В чем у тебя навык и умение? В чем у тебя опыт? Если у тебя есть опыт в турецких кафе, и ты понимаешь это, ты знаешь, что это такое, тогда хорошо открывай кафе, когда у тебя пойдет денежный поток и так далее. Потом опять придется тебе накопить, чтобы по чуть-чуть, по чуть-чуть первый фитнес-клуб открыть. Своими деньгами всегда открывай первую. Своими деньгами. Не надо брать долг, не надо брать кредит. Лучше накопить своими деньгами. Открыть одну ход небольшой фитнес-клуб. Это очень важно. Но чтобы открывать фитнес-клуб, тебе нужно работать, от фитнес-клуба, хотя бы от уровня типа офис-менеджера или постепенно до администратора, до управленца, чтобы понимать, как заполнять фитнес-клуб, как портфель-продукт создавать именно в фитнес-клубе, как ценовая политика выбрать, как ценовую аудитору выбрать, как правильно маркетинг создать и так далее. Поэтому тебе нужны именно те знания, которые помогают тебе раскрутить фитнес-клуб. Если ты сейчас 2 года потратишь на кафе, потом придешь к фитнес-клубу, это тоже нормально. Но если ты хочешь, чтобы попольше прийти к фитнес-клубу, это нормально. Как раз твой народ будет готов. Как раз через 3-5 лет люди придут к пониманию и они больше будут заинтересованы заниматься своим здоровьем. Хотя мне кажется, что уже люди начали это делать. Поэтому просто некоторые районы, некоторые местах, они только-только к этому пониманию приходят. Открывай тогда свой кафе, если у тебя есть опыт в кафе, открывай свой кафе, турец-кафе, построи денежный поток, потом накопи чуть-чуть деньги. Все накопленные деньги, первый фитнес-клуб открывай сам, своими деньгами. Пройди все ошибки, пройди все. Я бы тебе рекомендовал, нанимай, пожалуйста, хороших тренеров, чтобы хорошие тренера у тебя преподавали в твоем фитнес-клубе и так далее. И тогда у тебя дело пойдет хорошо. Создай хорошую команду, хороший администратор, хорошие тренера и у тебя пойдет дело хорошо. И когда одну наладишь, тогда найди инвестора, привлекай инвестора, покажи твой успех и в обязательном порядке появятся люди, которые захотят инвестировать в твоем бизнесе. Если твой бизнес будет прибыльным, если ты одну фитнес-клуб организуешь, но видишь, что прибыль не очень, тогда надо выбрать другой бизнес-модель. Но главный фактор, чтобы у тебя появилось 100 фитнес-клубов, как ты мечтаешь. Это зависит еще от бизнес-модела. Попробуешь открывать одну, найдешь меня на часовую консультацию и мы с тобой распишем все детально, как ты что можешь делать, какой бизнес-модель подходит твоему региону. Просто твою региону надо делать анализ, чтобы понимать уровень, то есть конкуренция какая, что именно, потребности людей какие, а потом после этого двигаться. Второй вопрос. Прочитал книгу «Долги тают на глазах», будто про меня написано. Масштаб меньше, но и заработок тоже меньше. Я должен всем друзьям, клиентам, родным, банкам. Я понимаю, что я сам брал деньги и сам во всем виноват, но ситуация уже очень сложная. Сейчас я вообще без заработка. Юрист сказал, что перед банком лучше привести процедуру банкротства, а физлицам я смогу вернуть деньги самостоятельно. Подскажите, пожалуйста, когда вы попали в долги, вы проводили процедуру банкротства? Спасибо большое заранее. Дорогой мой, нет. Я когда попал в долгах, у меня были долги сто сто семьдесят четыре человека или четырех банков, я не провел такое. Я просто принял решение вернуть эти долги. Хотя эти долги, большинство из них я не брали, я не знал. Даже хозяева этих долгов я не знал. Понимаете, были у меня только в руках список, и этих людей я даже не знал, кто он и так далее. Потом я искал их по списку и нашел, по чуть-чуть вернул. Поэтому так сложилось в моей жизни. Поэтому я не провел процедуру банкротства, поэтому я не знал, как это делается. У меня нет в этом опыта, чтобы перед банком объявить себе банкротство, а потом, чтобы не вернуть долгов. Вы можете об этом посоветоваться с теми, кто этот путь прошел, кто этот опыт имеет, кто с этим столкнулся. Я это не делал. Я вернул деньги всем. Я просто принял решение, что я буду возвращать все, и я их вернул полностью. Приветствую, дорогой учитель. Давно смотрим и изучаем с семьей ваш курс. Вот решила не сидеть просто так в декрете помочь супругу. Обучалась у мастеров нашего города по волосам, по кератину и ботоксу. Открыла инстаграм страницу, веду ее активно, делаю разные розыгрыши своих услуг. У меня вопрос, как поднять цену своих услуг. Изначально, когда меня обучали, говорили, чтобы я брала только за материал. Я так и делала, но клиентов не прибавились. Я так поняла, кто приходил за пять тысяч, он не приходит ко мне за десять тысяч. Как мне не обеценить себя? Как мне не отпустить руки? В родственниках и друзьях не вижу поддержки. Они думают, что я в деньгах, как в шельках. Дорогая моя, в начале вам говорили, что брать только за материал. Это было для того, чтобы люди, то есть для того, чтобы вы проявили как в виде акции, чтобы люди попробовали в вашей продукцию, чтобы люди попробовали, дегустировали, то есть получается, чтобы понимали вашу услугу. Дело в том, что человек пока не попробует, он не знает. Я рекомендую вам делать так. Вы ставьте свою цена, вот это десять тысяч, или восемь тысяч, или как, как вы хотите. То есть та цена, которую вы можете зарабатывать. То есть ставьте цены на материал и потом сверху добавьте свою маржу, сверху надбавка делайте, а потом ставьте цена и потом начните работать дело в том что когда вы дешево продаете другой категории люди приходят к вам придут люди которые хотят мало платить как вы говорили что тот кто пришел за 5000 он не хочет платить 10 это правда но когда ли 10 поставите придет другой человек который готов платить за 10 и придет другой человек придет тот человек кому это нужен это нормально но запомните что чтобы поднимать цену на свою услугу чтобы подниматься на свою услугу у вас должно быть качество чтобы потому что подсознательно люди все равно будут вас сравнивать с другими людьми с вашим конкурентом если у вас качество лучше чем ваши конкуренты они придут к вам но если у вас качество будут похоже аналогично как ваши конкуренты и у конкурентов дешевле они не придут к вам поэтому вам нужно чуть-чуть поднимать цены выберите за материал сверху добавьте на оценку чтобы у вас было заработок чтобы не получилось что работа ради работы вы делаете а потом ставьте цену работайте но в неделю один день в неделю один день делите такой тип один открытий дверей типа похож на этого как день открытий дверей и брить только за материал в неделю один день полденья например для того чтобы поток людей создать дегустацию создать. Люди приходят, попробуют, только за материал оплачивают, а потом, если им понравится, они дальше оплачивают и будут ходить к вам на основной вашу продукцию. День открытия двери используйте как вход на рынок, чтобы воронка создать, поток людей создать, и чтобы у людей сомнений убрать. Они попробуют, потрогают вашу услугу и поймут, чтобы она того стоит или нет, чтобы страх убрать в голове людей. Вот и все. Поэтому не бойтесь, поднимите цену, берите пожалуйста за вашу услугу достойную цену, но станьте профессионалом. Это очень-очень важно. Не бойтесь, к вам придет другой категория человек. Тот, который за пять пришел, не хочет прийти за 10, но тот, который за 10 придет платить, он другой человек, но он придет, он придет. Вся барьера сейчас у вас в голове. Просто измените эта барьера у себя в сознании, все будет нормально. Поднимите цены, работайте, сделайте, как я вам сказал, день открытия дверей, в неделю один раз, и вот этот день открытия дверей, просто получайте, то есть берите только за материал. Тех людей, которые, например, говорят, о, 10 это дорого, вы говорите, хорошо, приходите, пожалуйста, например, в воскресенье, посмотрите нашу услугу, вы там только за материале будете платить. Посмотрите качество нашего услуга, потом делите вывод. В воскресенье пришел, а вы там пробни продукт дайте, пробни услуга, не всю услуга дайте, пробни услуга, чтобы он попробовал, посмотрел, почувствовал, это того стоит или нет. А если ему понравился, вы говорите, да, теперь основной услуга вот стоит столько, приходите, пожалуйста, завтра и так далее. Следующий вопрос. Ассаламу алейкум, нужен ваш совет. У нас есть двухкомнатная квартира, 46 квадратный метр, мы там живем с тремя детьми и хочется побольше квартиру. У нас есть капитал 3 миллиона денег и еще одна однокомнатная квартира. Пока еще не сдаем. Вопрос. Нам лучше нажить и деньги купить еще одну комнатную квартиру и сдавать эти два квартиры или лучше купить одну большую и жить там? Сдавайте их. Сдавайте вот это накопленные ваши деньги, если умеете управлять недвижимость, купите, сдавайте. То есть, получается, вы просто мне еще одну однокомнатную квартиру купить и сдавать. Если у вас есть еще, вы же говорите, что у вас есть однокомнатная уже есть, но вы можете на этот 3 миллиона еще купить одну однокомнатную, вы мне просто об этом. Я бы рекомендовал вам сдавайте эти оба квартиры, но если вы не имеете опыт сдавать их, судя по всему, если у вас есть одна квартира, которой вы до сих пор не сдаете его, значит у вас нет опыта. А я вам рекомендую их обои сдавать. Научитесь их обои сдавать. Сдавайте их, чтобы у вас были деньги, доход был, пассивный доход был у вас. И то, и то сдавайте. То есть, ту квартиру сдавайте, а на эти деньги купите вторую квартиру тоже сдавайте. Еще где-то год-полтора, может быть два, вам будет чуть-чуть нагрузка, но зато будут потом хорошо. Оба квартира сдавайте, а это доход вы получаете, пассивный доход. Это позволяет вам более стабильно создавать, более стабильно создавать. И на заработанные деньги, которые будут зарабатывать, потом вы добавите с той квартиры, в которой вы живете, и купите чуть-чуть побольше квартиры, чтобы вам было удобно с детьми. Дорогие друзья, всегда в комментариях пишите свой опыт. Всегда в комментариях пишите, что было ценно для вас из этого видео. Пишите, пожалуйста, ваша ситуация, какой был в комментариях. Мы будем очень рады. И всегда, пожалуйста, рекомендуйте наш канал своим друзьям, знакомым. Направьте тех людей, кому это нужно, и станьте причиной их успеха. Я желаю вам успехов к вашим услугам.